расскажу я вам историю ребята а хендайки долго нас не было видно она стояла это новая хендайка мы уже такой купили там немножко полазили и мы недолго не могли на ней ездить как приехали с города где мы купили вылезла ошибка потом к ней добавилось еще 22 ошибки и машина просто стояла чем мы не делали она не хотела ехать и по ходу видимо предыдущие хозяева также помучились кое-как ее растормошили и продали скорее всего так было дело но когда мы покупали ошибки не было поэтому мы купили и и уехали в общем если восстанавливать хронологию событий предыдущий хозяин сказал что здесь поменяли на фига ты цепь цепь хотя пробег на машине небольшой и похоже что это правда около 150 тысяч но смысл еще цепь менять наверно никакого нету хозяин сказал что вылезли ошибки по распредвалам фазы не сошлись вот и потом у меня такие же ошибки вылезли когда мы приехали в город начали тыкать ну что как будто бы не срабатывает клапан вот здесь внутри стоит он один клапан и вон там глубже 2 да 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 вот ну как понятно менять их не очень легко мы купили клапана ринулись их менять вот их два штучки поменяли что-то вроде стало получше потом снова все стало плохо опять поменяли опять что-то там отремонтировали и снова миллион ошибок дальше как все нормальные люди мы пошли дальше и начали смотреть пара они сделают ли нам диагностику вот короче ну чё может быть врет не там а врет здесь вот датчик распредвала того самого впускного который ну на которой и ругается поменяли его стало совсем хреново поставили обратно старый лучше не стало потом вдруг снова стало все хорошо она опять поехала и в общем через неделю опять умерла какая-то фигня да мы уже как и предыдущий хозяин начали смотреть в сторону цепи там туда вот смотрели и как будто бы даже хозяин не врет потому что он безобразно шестигранники сорваны как будто вы на самом деле башку скрывали вот слава богу что мы до туда не дошли и виталик все-таки решил сделать диагностику не ну сразу делали просто сразу не дошло до диагностики ну смысле диагностика диагностика до нас не дошла не дай бог у вас такая же фигня проявится и ну в общем все конечно задним числом умные но в итоге то не первый хозяин и второй не нашел хозяина и даже мы третье хозяева не сразу нашли в чем подвох вот смотрим на параметры поезд там миллиард в общем при определенных оборотах мост дает команду клапанам клапана вон видно как углы уходят здесь распредвал впускной фактическое желаемое фактическое желаемое по вот и в общем то пока вот на холостом ходу он работает фактическое желаемое по нулям ну вот так мы и диагностировали впервые пока сидишь машине смотришь все по нулям все совпадает а потом нажми кнопочку какую-то там какую-то кнопочку нажимал так вот мы принудительно открыли клапан и видно что вот поменялись параметры на первом блоке открыли клапан вис один и поменялось на блоке один стоп да вот и все а вот в тот раз первый когда у нас машина умирала мы открывали на первом блоке вис один исполнительный механизм а срабатывал второй блок и и все оказывается все эти наши действия по замене клапанов были бессмысленными потому что просто какой-то какой-то умник когда-то перепутал вот эти фишки и фишку от первой башки поставил на вторую башку а фишку от второй башки поставил на первую а никаких обозначений там нету и соответственно следующие все мастера кто ремонтировал машину откуда сняли туда и поставили и в принципе шансов отремонтировать такую фигню не было хотя стоимость ремонта фактически нулевая но дойти до этого надо было ну чтобы дойти до этого пришлось потратить достаточно много денег я так понимаю что и предыдущий хозяин пытаясь победить этот мотор ну просто плюнул в конце и продал машину потому что ну ну до этого никто еще не додумался в человеческую глупость не переплюнуть так что v-образный мотор на котором все двоится требует особого внимания также здесь и свечи вот по определенном порядке не просто так как нарядный 1 2 3 4 5 а здесь каком-то шахматном порядке что ли да ну короче там посмотрите в общем когда лезете сложный мотор ну включайте мозги до смотреть мелочи на внимательно и надо учитывать человеческий фактор перепутать может как ну и на сладкое не как бы можно прощелкать остальные клапана и посмотреть как они работают чтобы убедиться вот у нас еще не срабатывал вот этот клапан впускного коллектора тоже вроде ни на что не влияет но динамика от него страдает ну и расход соответственно увеличивается почистили фишки все заработало ну и машина поехала чуть-чуть лучше наверное я поеду кататься чуть-чуть все нормально капец как в городе в москве снимают там меньше машин почему живем плохо даже никто не работает все катаются на машины что ты здесь наш что я там все огонь готов 10 мал не но с учетом всего нормально потому что я нажал сначала на кнопку а потом нажал на газ открылся клапан ну посмотрю я записывал потом посмотрим здесь по магистральный расход не поместился в табличку стола нет вам больше так ладно сходу тебе 99 99 а сколько было я даже не знаю что-то больше ста по моему не по-моему лучше поехал на газу ездит один раз топнул и сразу глубоко он как-то ваще стабилизация сработал вопреки стоп ну все он поехал с учетом погрешности восемь с половиной можно сказать да если все погрешности убрать все огонь этого им походу не хватало вот время в общем да это начало мы поехали 0 было до сотки 15 6 для сколько там началось во сколько ладно в 4 начался те 10 секунд выходит жди вернись вот сотка 10 10 в 4 начался 10 ну девять с половиной секунд до сотни до получается 10 девять с половиной до сотни нормально прикольная фигня ну за скольки мы тут раз ее раскидывали до 7000 вот частота вращения была а расход топлива здесь есть крутящий момент у в в в Продолжение следует...